Метель Метель В 10 минут рядом остановился белый маршрутный пазик. Я рассказал водителю, что спешу в больницу. Он ответил, что ему по пути. Я сел на ближайшие сиденья и немного успокоился, почувствовав тепло от печки. Автобус тронулся. В такое позднее время в салоне было пару человек, но мой взгляд привлек пассажир в самом дальнем углу салона. Мужчина в черной шляпе и сером плаще. Он посмотрел на меня, ухмыльнулся и отвернулся к окну. Я поуютнее устроился возле печки и задремал. Не знаю, сколько я проспал, но открыв глаза, я обнаружил, что мужчина в шляпе сидит уже напротив и внимательно меня рассматривает. Что вам нужно? Удивленно спросил я. 47.54, прошептал мне мужчина. Автобус остановился. Странный мужчина вышел и растворился в метели. «Кто это был?» – спросил я у водителя. «Случайный пассажир, как и вы. Мы почти приехали», – ответил он. Взяв несколько стандартных анализов, меня тут же направили в палату. Я провалился в сон. Следующий день я провел, ползая из кабинета в кабинет, проходя разные обследования. В результате оказалось, что у меня обычная ОРВИ с небольшим осложнением на почке. Ночью я проснулся от жуткого холода. Окно было открыто настижь, и занавески бешено развивались на ветру. Я вскочил, закрыл окно, но то, что я увидел, обернувшись, заставило меня застыть в ужасе. В комнате стоял тот самый ночной пассажир маршрутки в черной шляпе и сером плаще. Я захотел закричать, но из горла вырвался только слабый хрип. Мужчина начал медленно приближаться ко мне, а я попятился назад, пока не уперся спиной в стену. От страха я не мог даже вздохнуть. Меня перехватило дыхание, но мне, наконец, удалось заорать, бешено стуча кулаками в стену. Мужчина открыл окно и выпрыгнул. В палату ворвались две дежурные медсестры. Я там, он на меня выбрыгнул, хрипел я, тыча пальцем в открытое окно и хватаясь за шею. Медсестра выглянула в окно и ухмыльнулась. Утром меня вызвали в кабинет лечащего врача. Виталий, мне сказали, что вы вчера с собою покончить пытались, это так? Нет, что вы, я же объяснял, что ко мне мужчина приходил, а потом он услышал шаги в коридоре и выпрыгнул в окно. Но как же он к вам в палату попал? Ведь больница на ночь скрывается. Когда я проснулся, окно было открыто, а потом я увидел его уже в палате. То есть вы хотите мне сказать, что он залез к вам через окно? Наверное, да. Залез к вам через окно на пятый этаж. И через него же вышел? Я, я не знаю, да, наверное, да. Кажется, тут проблема посерьезнее, чем простуда с осложнением. Пробурщал врач и велел мне отправляться на процедуры. Теперь я боялся спать по ночам. Стоял подолгу около окна, наблюдая за темной фигурой, прогуливающейся каждую ночь под моим окном. Это был он. Я уверен в этом. Каждый раз, когда я звал медсестер, чтобы показать им его, он как сквозь землю проваливался. 47, 54. Крутились странные цифры в моей голове, что бы они могли значить. «Виталий, мы закончили ваше лечение, но мы вынуждены перевезти вас в другую больницу. У вас серьезные проблемы с психикой. Это всего лишь обследование, не пугайтесь», — объяснял мне лечащий врач. Мне стало страшно. Белая палата без окон и почти без мебели. «За что? Я не болен. Почему мне никто не верит?» — кричал я вслед, приведшим меня санитарам. Одно меня радовало. «Он сюда не проберется». Не знаю, сколько я проспал, но, открыв глаза, я увидел его. Мужчина в черной шляпе и сером плаще стоял напротив моей кровати и пристально смотрел на меня. «Что? Что тебе надо от меня? Уходи! Оставь меня в покое! Помогите! Помогите!» — изо всех сил закричал я. Мужчина захохотал и растворился в воздухе. В палату вбежали двое санитаров. «Он был здесь! Я видел его! Он был! Был!» — закричал я им. Санитары схватили меня и попытались что-то вколоть. Я вырвался, сильно укусив одного из них за руку. «Егор, неси смирительную рубашку!» Я стал еще сильнее брыкаться и вырываться, кричая и матерясь на санитаров. Меня связали рубашкой и вкололи какое-то лекарство. Я заснул. Он стоял, склонившись надо мной и улыбаясь. Не имея возможности пошевелиться, я просто лежал и не мог ничего сделать. «Уходи, пожалуйста! Уходи!» — прошептал я. 47.54. Пробормотал мужчину в черной шляпе и сером плаще. Я закрыл глаза и провалился в пустоту. Холодно! Как же тут холодно! Я лежал на большом металлическом столе, накрытой лишь тонкой простыней. «Где я?» В коридоре послышались шаги и голоса. «Жалко парня, совсем молодой был. Выяснили причину смерти. Асфиксия!» — говорила женщина высокому мрачному мужчине. Эти двое в белых халатах направлялись в мою сторону, не обращая на меня внимания. Они остановились рядом со мной, глядя на стол, на котором я только что лежал. Я обернулся и замер в ужасе. На столе лежало мое собственное тело. Женщина в халате накрыла мое лицо простыней и повесила на большой палец моей ноги бирку с фамилией и номером. 47, 54 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok